друзья хочу рассказать как можно легко прорастить грецкий орех в принципе другие орехоплодные сейчас такое время когда начинается весна на рынке можно купить орехи которые уже пошли прошли естественно сертификацию стоит он недорого для украины там это 40 50 гривен за килограмм это почти там 50 орехов их получается меньше гривны из этих орехов можно вырастить дерево которое через 5-10 лет будет вам давать уже по ведру орехов и вы можете эти орехи рассаживать везде где сочтете нужно прорастить их очень просто вот вы покупаете орехи когда покупаете орехи желательно их выбрать так чтобы они были не открыты плотненькие тогда больше вероятность что они не засохли внутри взять такой контейнер он удобный можно и без контейнера но контейнер это удобно стоит он тоже недорого это вот в районе 50 гривен это стоит высыпали орехи залили теплой водой так чтобы палец можно было держать не обжигать здесь я просто для примера они должны быть полностью покрыты взять крышку и поставить в теплое место желательно там на батарею ну чтобы батареи можно обмотать чтобы там температура была там районе 25 30 градусов раз в день их желательно воду это сливать и заливать новую водой тоже теплой через два-три дня орехи набрали влагу и тогда воду это сливается нужно слить и они вот находятся уже в таком состоянии без вами в этом состоянии они тоже должны быть в теплом месте раз в день воду надо наливать и сливать ну и как бы купать для поддержания влажности крышку тут тоже надо закрыть создается парниковый эффект через неделю буквально орехи начинают прорастать посмотреть на них не знаю хорошо видно или нет они начинают открываться и там начинает появляться носик в таком состоянии орехи нужно сажать уже в землю в почву видно видно что носик мы сажаем как берем под углом но не плоско вот когда щелью вниз под углом 45 градусов опускаем их землю вот закрываем он может быть прямо на поверхности это обычный пивной стаканчик который стоит там везде желательно сделать дырочку дырочку делать просто ножницами берете за эти кончик вода отсюда будет уходить тоже найти такую емкость для воды сюда наливаете воду сверху надо тоже его полить увлажнить а землю лучше накрыть чтобы щель это было закрыто а так орех на поверхности ну избыток воды будет выходить сюда и назад будет выходить круче здесь будет поддерживаться влажность оптимальная для него где-то через две недели он начнет прорастать появится вот такой росток сначала кинет корень потом появится стебель если через месяц его можно сажать на постоянное место если вы можете его поливать если его поливать не можете в первый там год то желательно его дорастить пересадить либо в такой-то тень от глубокий можно отсюда прямо пересадить дорастить еще нет месяца два-три можно же тогда сажать тут корневая система сформируется в год его уже можно практически там за сезон полить а там один или два раз если вы хотите его дорастить посадить на следующий год то тогда желательно его сажали в больший контейнер с воздушной подрезкой корня это контейнер сделанный с агроволокна можно купить агроволокно его прошить и в этом объеме он может быть расти два года и на второй год его уже посадить на постоянное место обычно орехи начинают плодоносить там четвертый пятый год на седьмой восьмой год они вступают уже в активное плодоношение любой человек может посадить у себя дома там вырастить на подоконнике несколько десятков орехов и посадить вокруг того места где он живет и для него самого для его детей и внуков он обеспечит орехами там ну такая польза для будет для всех все благодарю за внимание сажайте орехи другие деревья